Вот уже неделю, как народная больница, именно так называют третью городскую клиническую больницу в Махачкале, работает с пациентами с вирусной пневмонией. Начать их лечение удалось после организации сбора средств неравнодушных людей. Три этажа медучреждения уже функционируют в полную силу. Как проходят будни в больнице, расскажет Хамзанур Магомедов. Пациент из Левашинского района рассказывает, как ему стало плохо, отошнило. Он не мог ходить, делиться, как по счастливой случайности оказался в этой больнице. Скорая вызвала, первый день скорая была. Нас отвезли в одну больницу, не приняли. Потом в другую больницу пришли, там тоже не приняли. Хорошо, что дядь приехал с нами, дядь обратно забрал. Уже на следующий день сюда Ира попала. Честно говоря, все отлично. Теперь Магомеду лучше он доволен лечениями и условиями, которые созданы в больнице. А ведь неделю назад и в эту клинику его могли не принять. Из-за отсутствия госфинансирования, необходимого оборудования и аппаратов. Благо, что нашлись добрые люди, которые смогли организовать запуск больницы под COVID-19. На сегодняшний день мы уже для больницы приобрели с вашей всей помощью, конечно же, мои друзья, 20 аппаратов кислородных концентраторов, 20 консолей. Уже заказаны и едут у нас 4 аппарата ИВЛ. Ну и каждый день мы приобретаем медицинские препараты. Каждый день привозим сюда на более чем 4 миллиона уже собрано денег тоже из этих денег. Каждый раз мы приобретаем препараты, противочумные костюмы, маски защитные, очки. Ну и все, что необходимо для нашей городской клинической третьей больницы. На сегодняшний день больница приняла уже более 80 пациентов. Задействованы три этажа здания. Врачи проводят своевременное лечение. В ближайшее время должны поступить ответы анализов на наличие или отсутствие у пострадавших коронавируса. Пациенты, поступившие изначально в средне-тяжелом состоянии, у некоторых пациентов наблюдается положительная динамика. У нас есть температура, температура уже снизилась до сутки длинных цифр. Кто-то уже просится домой. Вот, поэтому в таком же духе мы продолжаем. Врачам помогают отважные волонтеры из колледжа имени Башларова. Оставив свои семьи, студенты пришли сюда. Они разносят еду, заполняют анкеты, дежурят ночами и ставят капельницы. Сейчас мы собираемся. Что мы динамитровенные лекции? Помимо этого, волонтеры помогают пациентам переворачиваться на живот, делать дыхательную гимнастику. Все это, конечно, под контролем опытных специалистов. Какое-то облегчение дает, какое-то прям хорошо тебе. Пробрана массаж, дыхательная гимнастика, правильная позиция. Ну, есть эффект. Конечно, это в одной и тяжелый. Мы не ожидаем 7 минут на каких-то успехов. Ждем недельного, может быть, 10-дневного срока, чтобы сказать, что перешли ли они в тот пик, который был. Больница продолжает работать в усиленном режиме. Необходимы еще волонтеры и врачи, заканчиваются медикаменты. Инициативная группа продолжает сбор средств. И главная ее цель – приобрести для больницы аппарат компьютерной томографии, который позволит здесь же и в народной больнице проводить полное обследование для оперативного и эффективного лечения пациентов. Хамза Нурмагамедов, Ибрагим Урсанов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.